здравствуйте мои дорогие мастер-классы по латвии только что закончились на которых мы с вами встречались и посмотрели много всего интересного но тот кто не успел не попал и не посмотрел для вас в этой передаче между нами мастерами говоря я вам это тот не только расскажу но и покажу что же это такое это совершенно новинка в латвии хромовый гель-лак причем практически всякого цвета как с ним работать что с ним делать что мы можем достичь на руках наших клиентов буквально через одну секундочку и так приступаем к работе данном случае что сделала я при помощи санитайзер дезинфекции рук клиентов пилочкой подготовила натуральный ноготь потом билдер clear quick гелем работают как базой для гель-лаков то есть подготовила просушила и в данном случае здесь имеется липкий слой который мне нужно убрать если мы работаем с хромовым гель-лаком но давайте все по порядку вайпов снимаем липкий слой раз два три и четыре на пятом ноготке здесь я оставила липкий слой потому что я начну с этого ноготка с этого дизайна и покрою его коллекции гель-лаков леопардовой это трех шаговая система гель-лака что значит трех шаговая это та система которая всегда подразумевает покрытие ноготка базой потом цветом и потом закрытие всего этого верхним покрытием или топом как мы между собой называем это средство аккуратненько запечатываю кончик ноготочки моей модели очень-очень маленькие очень-очень коротенькие поэтому мне очень аккуратно нужно запечатывать кончик такой кончик практически который нет которого нет и отправляем в лампу на 30 секунд по истечении 30 секунд мы вытаскиваем ручку из лампы и покрываем вторым слоем вы можете видеть что цвета этой коллекции все очень красивые очень плотные они не съеживаются не отходят от свободного края не стекают не меняют цвет при полимеризации то есть сохраняется тот цвет который был в начале опять на 30 секунд в лампу или на три минуты в простую ув лампу пока рука моей модели находится в лампе я вам расскажу про хромовый гель-лак то есть хромовый гель-лак или цвет вы можете использовать с любой базой которая вам нравится но чтобы качественно работать с этим продуктом вам нужно хромовый топ хромовый топ это топ который предназначен на гель-лак или на гель не важно в этом случае он будет сохранять хромовое покрытие хромового гель-лака но также вы его можете использовать работая с любыми другими гель-лаками но конечно они от этого хромовыми не станут то есть это верхнее покрытие без липкого слоя что важно в хромовом гель-лаке важно всегда снимать липкий слой с базы это раз два хромовый гель-лак мы наносим только на блестящую поверхность не на запиленные ногти но на блестящую поверхность если например это моделированные ногти то это уже будет на финиш гель мы наносим хромовое покрытие которое всегда закрепляем хромовым топом рука у меня уже была в лампе в свое время то есть здесь покрыты два слоя и как и как заканчивая этот ноготочек потому что он будет с хромовым дизайном я покрываю его квик топом который является топ на гель-лаки для гелия и для гель-лаков и для гелей не имеет липкого слоя также как хромовый топ и отправляем лампу на 30 секунд по истечении времени здесь мы имеем полностью блестящее покрытие то есть ноготь который покрыт гель-лаком с цветом в данном случае я возьму хромовый гель-лак и покажу вам сразу два варианта первый вариант это когда мы хромовым гель-лаком покрываем на базу у которой снят липкий слой липкий слой снят очень аккуратно чтобы там ничего не оставалось мы аккуратненько перекрываем ноготочек таким образом об этом случае мы просто покрываем такую полоску и ставим в лампу на 10 секунд если это лед лампа то 10 секунд если это ув лампа то 30 секунд но здесь внимание еще мы должны подержать на воздухе этот гель-лак примерно минута если это просто зеркальное покрытие но если это работа с рельефом рельефным гелем которые покажу немножечко позже то тогда мы должны выдержать время до двух-трех минут 10 секунд прошло наш ноготочек видите он покрыт только одним слоем и уже он приобретает вот этот зеркальный эффект в данном случае поскольку здесь у нас под низом темный цвет то не выдерживая всего этого времени мы можем покрыть еще раз для более большего большей насыщенности цветом и опять отправить в лампу на 10 секунд время прошло час мы должны продержать эти ноготочки минимум одну минуту на воздухе и поэтому я буду продолжать дальше работать с следующим ноготком и это будет ногото который будет использован опять хромовый гель-лак но уже вместе с хромовым рельефным гелем рельефный гель он предназначен как для хрома так и для любого гель-лака для цвета чтобы под низом мы могли иметь какой-нибудь рельеф который мы сами захотим нарисовать но самый конечно прекрасный эффект создается именно при использовании хромового гель-лака просто я могу нарисовать вот такие завиточки вот этот дизайн интересный интересен тем что тут ничего нельзя испортить просто сделая такой рельеф мы получим очень интересный результат вот так мы покрыли он стоит никуда не текет держит свою форму и отправляем в лампу на 30 секунд 30-20 секунд по истечении времени мы вытаскиваем руку из лампы снимаем липкий слой очень тщательно вытираем чтобы не оставалось липкости и берем хромовый гель-лак взболтали немножечко и перекрываем это ноготочек который сделан при помощи рельефного геля и в этом случае было бы хорошо если бы хромовым гель-лаком мы его покрыли два раза вот это один раз 10 секунд в лампе по истечении 10 секунд мы вынимаем руку и покрываем еще один разочек два раза мы покрываем в принципе только в ситуации с рельефным гелем чтобы достичь еще более эффективного результата покрыли ставим вам на 10 секунд по истечении 10 секунд мы выбор выбираем руку и оставляем его просто как бы досушиваться доходить на воздухе возвращаемся к первому ноготку чтобы этот ноготочек был закончен мы берем хромовый топ гель-лак и закрываем им наш хромовый ноготочек запечатываем кончик хорошенечко и отправляем в лампу на 30 секунд хромовый топ гель это верхнее покрытие без липкого слоя которое предназначено для работы на гель лаки и также на моделированных ногтях когда я бывает произношу слова без липкого слоя некоторые мастера думает без липкого слоя мы ничего не можем наносить на гель-лаки потому что трескается скалывается и происходят всякие ужасные вещи так вот этот топ специально создан для работы с гель-лаком он не трескается не скалывается и с ним не происходит ужасные вещи и также мы можем работать на гелевых ногтях на акриловых ногтях то есть как топ который закрывает не имеет липкого слоя и снимается при помощи размочки или спиливание как вы желаете время у нас уже прошло мы вытаскиваем наш ноготочек он имеет идеально гладкую блестящую поверхность следующий ноготок у нас был этот который был оставлен для дизайна как вы помните этот ноготочек был полностью сделан цветом плюс сверху покрыт хромовым гель-лаком и теперь я ставлю капельку себе на ноготочек беру дотс и с помощью дотса просто ставлю капли вот такие капли одну рядом с другой побольше поменьше вот так отправляю лампу буквально на 10 секунд вытаскиваю рук по истечении 10 секунд и вторым кончиком рядышком ставлю маленькие точечки маленькие капельки и таким образом я получаю эффект как будто это маленькие бусинки маленькие камешки наклеены на натуральный ноготь но как видите клеить мне здесь ничего не надо опять ставим лампу и в данном случае мы уже полимеризируем 30 секунд если это у вас лет и три минуты если это обыкновенная у в лампа время прошло следующие я выбираю руку то здесь у нас уже все за полимеризировалась и чтобы увидеть что у нас получилось я могу взять или клинсер или безоцетоновый жидкость для снятия лака и просто протереть и вот видите какой интересный результат мы получили блестящие шарики блестящие камешки на натуральном ногте на гель-лаке и последний ноготочек это тот который для конечного результата мне также нужно покрыть сверху хромовым топом и отправляем в лампу на 30 секунд мы с вами посмотрели какие уникальные возможности нам дает хромовый гель-лак в использовании для наших клиентов а здесь у меня сделаны такие палитры вот здесь капельный метод обыкновенный легкий доступный капельный метод нам не нужно думать о камешках которые мы приклеиваем не нужно думать что они оторвутся каким клеем клеить и так далее легко просто в исполнении очень классно а здесь именно капельным методом вот здесь сделаны как бы рисуночки просто капельным методом а это рельефная сторона единственное что я хочу еще показать как сделать переходы цветов буквально через пару секунд я вам это покажу уже на другой модели чтобы вы могли посмотреть как это работает правильно сказать сейчас вы посмотрели как это работает на гель-лак и там я покажу как это работает на моделированных ногтях и так время прошло вот мы видим наши ноготочки и что самое интересное а вот этот ноготочек вам кажется рельефный на самом деле он буквально буквально гладенькие гладенькие хотя выглядит очень красивым таким бархатным изящным 3d даже 4d эффектом ну вот сейчас я поменяю модель спасибо и так не прошла и секунда как у меня поменялись модели пожалуйста мне вашу ручку и в данном случае что вам хочу показать я вам хочу показать то что здесь у нас вот видите такие прекрасные камешки которые я здесь запилила чтобы показать вам как работать на моделированных ногтях сейчас вам нужно представить что это ногти которые только что смоделированы они только что запилены то есть им придано форма и как напоминание я говорю вам что при работе с хромовым гель-лаком обязательно должно быть гладкая поверхность запиленная или бафированные не годится что мы сейчас и сделаем перед этим я значит запилила сняла пыль при помощи white white of средство которое предназначено для дезинфекции обезжиривание обезвоживание натурального ногтя и также средства которые мы снимаем липкий слой перед тем как идти дальше я должна как бы закончить ноготь данном случае я использую quick top это топ без липкого слоя который предназначен для работы с гель-лаками и для работы с гелями финишное покрытие или топ как мы называем ее его в своем маникюрском лексиконе отправляем руку на 30 секунд лампу и данном случае мы посмотрим переход цветов а здесь у меня имеются разные переходы то что я вам покажу как это делать в обыкновенном глянцевом покрытие и как это делать в рельефном покрытие по истечении 30 секунд мы вынимаем руку из лампы она имеет гладкую глянцевую поверхность который без липкого слоя и при помощи рельефного геля я сделаю небольшой дизайн вот таким простым образом работает рельефный гель создавая такой красивый рельеф на ноготочки мне очень нравится работать с именно хромом и рельефным гелем потому что здесь практически никогда ничего нельзя испортить даже такие полоски начинающего мастера завитушки они все равно будут смотреться очень красиво и изящно допустим вот это тоже чего мне в данном случае хватает отправляем в лампу на 30 секунд по истечении 30 секунд я достаю руку из лампы вот у меня рельефный гель который высох средством wipe off я снимаю липкий слой липкий слой для хромового геля снимать нужно очень очень тщательно чтобы ничего не осталось и я приготовила три цвета это 22 21 и 24 для того чтобы продемонстрировать вам как работает как работает этот продукт значит так первый мы возьмем номер 21 это зеленый и в зоне кутикулы вот таким круглый мешком по диагонали распределим зеленый потом возьмем ярко красивый розовый и кончик ногтя по диагонали сделаем розовым потом мы возьмем золотой номер 22 и вот это место которое осталось мы пройдем им и смотрите поднимаем вверх смешиваем зеленым просто кисточку поднимаем вверх вытираем уголок кисточки и таким же образом опускаем вниз на розовый то есть вот таким моментом таким такими движениями мы делаем переход этих цветов после чего вытираем кисточку 10 секунд в лед лампе после 10 секунд мы вытаскиваем руку и оставляем этот пальчик на воздухе чтобы он дошел буквально где-то на минуты две дальше мы работаем со следующим ноготочком и здесь мы можем делать то же самое около кутикулы также зеленый цвет краешек мы делаем розовым и заканчиваем все давайте возьмем серебро вместо золотого по серединке поднимаем вверх и опускаем вниз вытираем кисточку и отправляем ее обратно по свет и как я вам уже говорила 10 секунд на 30 секунд и на воздухе 1 2 минуты по истечении времени вот так выглядит наши ноготки при переходе цвета нам осталось лишь последние штрихи это перекрыть им их хромовым топом который не имеет липкого слоя 1 и 2 и отправляем лампу на 30 секунд по истечении 30 секунд наш топ полностью высох он имеет вот такой прекрасный блеск то есть полностью сохраняется этот зеркальный блеск как вы видите тут у меня тоже много разных дизайнов и как я говорила работая с рельефным гелем вы не можете сделать что-то некрасиво это просто невозможно даже любые капельки любые полосочки они выглядят будет просто изумительно за счет вот этого хромового эффекта но что самое интересное вот когда вы смотрите на эту палитру он как бы имеет там 3d эффект кажется такой глубокий на самом деле он гладенький гладенький до смешного и то же самое имеет тот ноготочек моей клиентки да он просто чисто гладенький ноготок ну что в этот момент мне уже не хочется с вами прощаться но время как бы приближается вот это капельный дизайн когда мы делали капельки это переход цветов также вы видели ноготочки на как мы использовали гель-лак при работе с хромовым гель-лаком ну вот это в принципе то что я хотела вам показать в этой передаче между нами мастерами говоря и я думаю что все каждый из вас хочет иметь в себя вот такой хромовый гель-лак и я могу вас обрадовать что одна или один счастливец будет его иметь если правильно ответить на вопрос который звучит так пошагово как сделать вот такой дизайн капельный дизайн на гель-лаке я буду ждать ваши комментарии я буду ждать ваши вопросы это может быть драуги лв фейсбук или также на ютубе принципе это все до следующей встречи всем привет